Здравствуйте! Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо. Если вы смотрите на мобильном устройстве, то можете управлять гироскопом. Если у вас не получается управлять гироскопом, то пролистываем пальчиком по экрану вверх, вниз, влево, вправо. Если смотрите на компьютере, то зажимаете левую кнопку мыши и протягиваете видео во все стороны. Лучше всего на мобильном устройстве смотреть в программе YouTube. Для четкого изображения ставим настройки YouTube 1020S или 4K. Тогда будет максимально четкое изображение. Сейчас мы находимся в водопаде Чудо-Красотка. Это в конце Солоняков, если ехать со стороны Лазаревская. Сюда можно приехать буквально в 100 метрах севернее. Есть автобусная остановка. За 20 рублей вы можете сюда приехать на автобусе самостоятельно с вокзала Лазаревского или остановка Домбыта, которая идет по улице Лазарева. Сейчас вы увидите обзор водопада Чудо-Красотка в Солоняках. Пойдемте. Так, тут перед самим входом водопад стоит большой комплекс. Конечно, тут продают, наверное, всякие сувениры, кафе покушать. Вы можете здесь заказать что-то себе покушать, ходить на экскурсию. Вечером тут какие-то дают шоу, всякие программы, как везде на экскурсионных объектах. Можете заказать шашлыки. И после этого пойти на сам объект водопада Чудо-Красотка. Если вы ничего не хотите кушать, то можете просто напрямую пройти и посмотреть только водопады без питания. Проходя к кассе, вы можете увидеть бассейн с форелью. Здесь вам ее могут сразу поймать. Вы скажете, какую именно форель вы хотите скушать. И выберите любую форель. И можете здесь вам ее приготовить, пока вы ходите на водопады. Можете здесь выбрать вот такую вот форель и ее и съесть. Так, а мы пойдем немножко вперед. Тут продают мед, чай, пыльца, маточное, молочко. Да, да, да. Так, что тут еще? Можете купить пальмочки. Банановые пальмочки, простые японские верные пальмочки. И водопад Чудо-Красотка. Посещение платное 100 рублей. Сейчас вы увидите, каким водопадом можно прийти. Так, что мы, где находимся? Ага, водопад Чудо-Красотка, водопад прохладный. Протяженность тропы 550 метров. Сейчас мы купим билет и пойдем на экскурсию. Вот мы начинаем свой маршрут по водопаду Чудо-Красотка. Еще раз напоминаю вам, если вы захотите посетить водопады, то, пожалуйста, одевайте обувь, кроссовки или сандали, что вас фиксирует пятку. И желательно не посещать сразу после дождя, потому что тут все, вы ходите по лесу и по деревянным, как бы, тропинкам, настилам, дощечкам. После дождя оно все мокрое. И также вы видите такие засохшие кусты. Это у нас самшитовые деревья. Раньше оно еще было и водопады Чудо-Красотка, и самшитовое ущелье. Но когда, я это уже рассказывал, когда на другой экскурсии по Крабовому ущелью, и когда ходите по Чмитоквадже, везде был самшит. Но говорят, что когда на Олимпиаду завозили пальмы, которые высадили в Эмиритинской низменности, завозили их из Египта, они не прошли карантин и привезли в этих пальмах какого-то жучка. И этот жучок за 2-3 месяца съел весь самшит в Сочи. Остались только вот такие вот, ну, сухой он уже, без листочков, без ничего. Вот вы видите везде вот сейчас вот все это ущелье. В самшитовом, как бы, это уже не живые растения, они уже не дают новых цветов. С обшитовой трупикой, если так сказать. Мы поднимаемся немножко в угорку. Самый первый водопад, он по ровной поверхности, чтобы до него добраться, как я помню. А второй водопад чуть повыше. Вот мы потихоньку пойдем, мои сами придут. Я пока запишу вам, покажу этот обзор. Берем хорошую обувь и сразу после дождя не идем. Ждем хотя бы день или два. Погода у нас на курорте сегодня, 27 июля. Вчера в Чемитаквадже до обеда был сильный ливень. Прям тропический. Дождь пошел такой хороший. И до этого, ну, день-два поставила хорошая погода. Все время, две недели подряд, каждую ночь шел дождь. Как бы прогноз погоды показывает, что дождь идет каждую неделю, ну, целый день. На самом деле, в Чемитаквадже, в Лазаревской, дождь шел только по ночам. А все дни были безоблачные и что? И недождливые, можно было во все дни купаться. Ух, какое вниз ущелье. Сейчас я вот ориентировочно к тому водопаду. Мы сейчас и спустимся. Отсюда не видно. Так. Погоду особо, то, что показывает прогноз погоды, особо не верьте. Если вы на Яндексе поищите веб-камеры Сочи, там можно где-то найти веб-камеры Лазаревской, смотреть лучше реальную погоду, по веб-камерам анализировать. А то, что показывают погоду в интернете, целыми днями у нас проливные ливни и солнышка нет. Сейчас я спускаюсь к первому, к первому водопаду. Еще еще иду. Так, мало, сегодня на этом маршруте мало людей. Обычно, ну, наверное, сейчас то, что солнышко вышло, в Лазаревской все пошли на пляж. Обычно тут прям такое же слопотворение, как на Сверском ущелье. Сюда вы можете доехать за 10 минут. От ЖД Лазаревского ходят автобусы в Сочи. Они ходят каждый... В сторону Сочи автобус ходит каждые полчаса. Вы можете доехать до... Основка так и называется водопада Чудо-красотки. Остановились, прошли буквально метров 100 в сторону Сочи. Пришли к водопаду, ну, пришли к кассе и идете по этому маршруту к водопаду. Так, и самостоятельно можно добраться. Также, если вы не хотите сами организовывать свой отдых, то сюда также ездят экскурсионные автобусы. Везде по Лазаревской стоят точки с экскурсиями. И вы по своей изму цене карману сами выбирайте. Но только на один водопад вас не привезут, только на Чудо-красотки. Тут два водопада Чудо-красотка и водопад прохладный. Если вас привезут с экскурсией, то там возьмут определенную сумму денег и вам покажут сразу несколько достопримечательностей. При каждом входе в национальный парк вас возьмут за вход 100 рублей, если вы старше 10 лет. До 10 лет, 9 лет исключительно, проход бесплатный. Все, что старше 10 лет, входит в стоимость, вход в 100 рублей, вход в национальный парк. Потому что они здесь что делают? Они делают во-первых, ступеньки, ограждения, плюс уборка мусора, уборка всей территории. Следят, чтобы всегда был доступ к водопадам. Сочинский национальный парк. Я всю иду по живописному лесу. Почему-то мне кажется, что я не свернул на чудо-красотку, а иду к водопаду прохладному, который второй водопад. Что-то пошло не так, сбой в матрице. Ну, тем более, что будет меньше людей на моем маршруте, потому что все сразу идут на первый, а второй водопад в горочку. А я сейчас так получилось, что сразу пошел заболтался и пошел или не пошел. Тут дорога у меня раздвояется. Пошел ко второму водопаду. Или же нет. Эх, куда пойдем? Без указателей есть дорога туда, есть дорога туда. Пойдемте прямо вверх, там, где есть поручни. Итак, мы сейчас находимся в Солоняках, водопад Чудо-красотка и идем по лесу. В принципе, пейзаж однообразный. Когда я дойду до водопада или что-то у меня изменится визуально, я продолжу включение. Так. Да? Или нет? Да. И на самом деле я не пропустил никакого водопада. сейчас я подхожу к указателю. Водопад Чудо-красотка прямо по пути 50 метров. Водопад прохладный 300 метров в гору. Сначала мы посетим водопад Чудо-красотка. Через 50 метров это значит я к нему приду совсем очень быстро, минуты за две и от этого места к нему попаду. Тут живописные деревья. Вот он самшит, который съели без одного листочка. Все, он уже мертвое дерево. Вот самшитовое щелье было. Кто его съел? Жучок. Забыл уже какой жучок, но все, самшита здесь уже нет. Я слышу, что люди на водопаде есть. Мы с вами здесь не одни ходим. Так, и раз вчера был хороший дождь, то водопад по крайней мере в 19-м году должен быть насыщенным. Бывает, что если вы в основном люди приезжают в августе, самый пик у нас июль-август, бывает, что за все лето не упадет ни капли воды и приезжайте на водопад, а там совсем 2-3 капли капает. Но нам повезло, то, что это лето дождливое, водопад должен быть максимально в своей красе. Сейчас мы проходим над мостом, где небольшая купель, вот вы видите в принципе даже довольно-таки глубоко люди там фотографируются и сейчас вы увидите водопад чудо-красотка. Да. Я имею в виду митинг вин процент вин 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 Здравствуйте. Как водопад? Очень шикарный. Очень шикарный. Так. Ага. Отлично. В прошлом году вода была вот только до сюда, а вот здесь ручейка между ними практически не было. Да? Да. Ну то, что из-за дождей, да, все наполнилось, все уже получше, чем в том году. Да. Он закаленный, это же вода. Это же дождик. Где вас ехали, что ли? Ну такие дела. Так, вот водопад чудо-красотка. И сейчас будет включение с той, где развилка на водопад прохладный. Я вернусь туда и мы пойдем с вами на второй водопад прохладный, 300 метров в горочку. На самом деле так мы всю эту гору обойдем. И там территориально он близко, но придется обогнуть всю гору и там еще будет один водопад с одной такой купелью. Надо не идти, а забрался повыше, чтобы у вас был вид получше. Вспомнил, как называется, жучок. Кручок, который съел весь самшит в Сочи, называется Огневка. Сейчас я возвращаюсь назад и пойду от развилки к водопаду прохладный, 300 метров в горку. И вот у нас развилка. Красотку сейчас мы посетили и пойдем к водопаду прохладный, 300 метров в гору. Пойдемте в гору, 300 метров. Так. О! Что я хочу сказать. Сейчас я выключусь, я до него дойду и вы уже сразу, вам повезет, вы уже сразу окажетесь на водопаде. 300 метров в гору, это 300 метров в гору. И вот, если посмотрите вниз, то там где-то я слышу людей, которые как раз возле водопада Чудо Красотки. За кустами не видно, но там их слышно и они там внизу, на какую высоту мы уже поднялись над водопадом. Вот. Сейчас я продолжаю свой путь к следующему водопаду прохладный. Вот мы уже преодолели подъем, идем на спуск. Сейчас вы видите, на самом деле, снизу там водопад Чудо Красотка, а мы сейчас пройдем и увидим, водопад сверху прохладный. Так, тут с Польска. Еще раз хочу вам напомнить, если вы вдруг собрались на водопад, то ближайший день от дождя к водопаду лучше не ходить. Если пойдете, то берите, конечно, себе обувь, соответственно, прогулки по лесу. Так, купаться здесь тоже можно купаться. Можно купаться? Вы купались? Да, можно. Так, пойдемте. Идишь. Оп, чуть-чуть. И вот мы подошли к водопаду прохладный. Оп. Люди купаются. Вода чистая, чище, чем Чудо Красотка. Да. Не попадай в кадр. Не попадай. Топок-топок. Мне здесь больше нравится, чем Просторный. Мне тоже там здесь больше нравится. Ну, тут более прозрачный, чем там. Как-то и попросторнее, посветлее. Ярец. Киров. Канск. Топок. Надо нарисовать фиру. Не, не надо. Ничем хватит. Значит, как надо. Надо было слепки-то с собой взять. Я же вам сказала, что шлепки надо. Что одеть? Идти в кроссовках, а потом шлепки взять. Ну, я вроде бы не пришла вообще в шлепку. Что вы? Так. Ну что, вы посмотрели два водопада в Саваняках, Чудо Красотка и водопад Прохладный, который находится на одном маршруте. Подписываемся на канал. Ставим лайк. И в описании к этому ролику можете посмотреть на дольмен в балконке. Сейчас появится, собственно, на него ссылка. Трынь. Появилась. Подписываемся на канал. Если вы хотите от какого-то адреса в Лазарьской дойти до набережной и увидеть самый быстрый проход к морю, то пишем в комментариях. Собираем под ним лайки. И я от этого места сделаю проход к морю от этого адреса до пляжа. Все. До новых встреч. Пока. И видно, что здесь еще когда-то был один маршрут. Если посмотрите напротив меня, это водопад Прохладный. И видно, что был маршрут еще, наверное, к другому водопаду. Но его решили не поддерживать. Ступеньки поручни не делать. Уже все давно сгнило. Но видно, что там когда-то что-то было. Если на гору подняться, то с другой стороны мы, наверное, еще могли бы попасть еще к одному водопаду. Вот такие дела. Вот такие дела. Дwangа Клик Perdickers Если ты удалишь, они и пас bunları удаляются. Оаааааааааа electricity Субтитры сделал DimaTorzok